Ребят, всем привет! Уже середина сентября, начинает холодать, люди постепенно-постепенно переходят к тёплой одежде и начинают попивать стауты. Начинают попивать квадрюбели, дюбели и всё остальное, чтобы согреться. Уже летние сорта, так сказать, не так интересны, и пилары начинают варить, соответственно, какое-то сезонное пиво определённое. То есть они начинают варить больше стаутов, больше имперцев уже, я думаю, в конце осени будет. Вот сейчас я хочу вернуть рубрику Битвы Пиларин, сезон стаутов. У нас уже было два выпуска, в общем, три. У нас было два выпуска по овсяным стаутам, они будут в конце ролика, и, соответственно, у нас был имперец, один тоже выпуск. Сейчас мы будем говорить про молочные стауты, давайте разберёмся сначала с ними. Это первый выпуск из серии выпусков, соответственно, у нас будут сначала молочные стауты, потом, скорее всего, будут шоколадные, я ещё подумаю, я ищу просто из чего выбрать. У нас в битве участвуют только российские крафтовые пиларни, и, соответственно, потом будут имперцы. Первый выпуск по имперцам был, но сейчас как-то немножко рановато. Я жду, когда пилар еще подварит имперцев, какие-то там даже, так сказать, основные линейки свои тоже пополнят, что сейчас нет на складах, и тогда мы приступим к дегустации имперцев. Сегодня у нас будут, соответственно, молочные стауты. Как, в принципе, происходит само соревнование. Каждая пиларня, вот, допустим, из представленных, может представить, по сути, три своих пива в рамках одного стиля, допустим, в рамках молочных стаутов. Вот, это первое ограничение, которое есть. Как мы будем, в принципе, их оценивать? То есть у нас есть определенные критерии оценки. Первое – это попадание в стиль, то есть это попадание в аромат, вкус и ощущение во рту. Это первое. То есть именно в описании стиля по BGCP. Соответственно, дальше у нас идет попадание в характеристики. Это плотность, алкоголь и, соответственно, горечь. Я не стал брать цветность, я в прошлый раз брал, но у меня нет измерительного инструмента, которым это делать. То есть я пытался там что-то на глаз смотреть, но это херня какая-то получается, поэтому я от этого отошел. Дальше. Еще одним критерием является стоимость. Вот, соответственно, чем дешевле стоит продукт, тем лучше. По-моему, все это очевидно. Опять же, в разных категориях разные цены, то есть разные оценки будут. Мы к этому попозже перейдем, когда уже ближе оценивать будем, я объясню там, какой балл за какой критерий дается. Дальше. Это описание производителя. Потому что, почему важные критерии? Потому что есть описание стиля, но это крафт. Они часто говорят, мы экспериментируем, вот, и дают свое описание. Вот. Посмотрим, как они попадают в это описание. Тоже будет балл начисляться. И такой дополнительный, так сказать, бонус у нас есть. Это попадание в душу. То есть, то пиво в рамках выпуска, которое мне зайдет больше всего, то, что мне прям, я прям, ох, вот это круто, я еще с радостью возьму это, это и будет попадание в душу. Вот. Это получается, естественно, один балл. И, естественно, выигрывает та пивоварня, которая, то есть, то пиво от той пивоварни, которая, наоборот, больше всего баллов. Все. Тут все просто. Давайте приступать. Так, мы, естественно, будем использовать одинаковую тару, одинаковые бокалы. У меня таких всего три, но придется помыть. У нас сегодня шесть представителей. Вот. Будем пробовать из вот такой. Я буду наливать немножко. Буду, соответственно, пытаться пронюхивать все, пропробовать. Давайте начнем, наверное, с описания. Нет. Давайте мы начнем, наверное, с показателей. С плотности, с алкоголей. Давайте начнем с... Давайте со стонера начнем. С milk stout. В принципе, чтобы было понимание, вот зачем тут нужен ноутбук и как это будет все выглядеть, я вот такую табличку прикладываю. Вот туда я сейчас заношу, соответственно, все эти данные. Вот. И там будет считаться вся эта история. Смотрите. Так, у нас за критерии, такие как, соответственно, плотность, горечь и алкоголь, за попадание в каждый из критериев дается либо 0,5, либо 1 балл. 0,5, если расхождение небольшое, 1 балл, если попадает. У нас, соответственно, давайте начнем... Давайте начнем с плотности. По плотности. В сладких stout, соответственно, в milk stout у нас плотность должна быть от 11 до 15. Вот. Соответственно, смотрим. Тут у нас плотность 18. Давайте я вам наоблю сразу показывать, чтобы... Вот так вот выглядит бутылочка. Это у нас стонер от заговора. Вот. Немножко я последовательности соблюдаю. Это стонер от заговора. Очень известный, так сказать, milk stout. Его часто берут, покупают, многие хвалят. Вот. Ну и посмотрим. Тем более, заговор у нас довольно редкий гость. Те, кто постоянники, кто постоянно смотрит, я думаю, вы это знаете. Так. 18 плотности. Соответственно, за 18 плотности у нас не попадает. У нас максимальная плотность это 15. Соответственно, ставим 0,5. Вот. Дальше. IBU. IBU у нас 25. Допустимо. Потому что в milk stout от 20 до 40. Соответственно, за IBU получаем единицу. И у нас дальше идет алкоголь. Алкоголь у нас должен быть от 4 до 6. Тут у нас 5,5. Тоже единица. Все. Тут у нас все хорошо. Давайте сразу к стоимости. Сто наоб стоит 270 рублей. Цена может отличаться. Я все буду, вообще, в принципе, все stout я буду брать в одном и том же магазине. Потому что в магазинах цены отличаются. Тут как бы будет хотя бы более-менее честно. Так. У меня фокус немножко разбился. Вот. Соответственно, дальше. 270 рублей. Как происходит оценка стоимости? Давайте. В данном случае я смотрел в среднем стоимость молочных stout на рынке. И уже задавал некую оценку. Если stout стоит меньше 200 рублей, вот этот milk stout, это 5 баллов. Если, соответственно, стоит от 200 до 280 рублей, это 4 балла. И, соответственно, если больше 280, это 3 балла. Я думаю, тут все понятно. Этот у нас товарищ стоит 270 рублей. Соответственно, он получает 4 балла за стоимость. Окей. Соответственно, дальше у нас остаются 3 критерия. Это описание стиля. Попадает ли он, кажется, в аромат, во вкус и в ощущение во рту. И описание производителя. Вот. Давайте-ка приступать. Смотрим. Надо было, на самом деле, сразу налить, чтобы он немножко подышал. Ну, как раз, в принципе, вот так вот выглядит. Небольшая такая шапочка. Но я немножко наливаю аккуратно. Поэтому давайте. Так, давайте я опишу аромат. Каким он должен быть, и потом, каким я чую его. Сливочно-солодовая сладость с нотками кофе или шоколада. Низкие хмельные ароматы, фруктовые ароматы. От низкого до среднего. Нюхаем. Ну, сливочность, она... Ну, она прям супер слабая. И кофе особо, если честно, не чувствуется. Если честно, то аромат довольно слабый. Сейчас я его еще немножко взболтаю. Не знаю, шоколад немножко проглядывается. Ну, понятия хмельных ароматов нет. Смотрите, если попадание не полное, то есть есть какие-то вот что-то я чую, то я могу поставить 0,5. Если, соответственно, я тут ничего не чую, то как бы могу поставить 0. Если прям сильное попадание, то я ставлю единицу. Принцип простой. Так, давайте я попробую, и потом мы вернемся во вкус и ощущение во рту. Пробуем. Так, давайте переходить ко вкусу. Что мы должны получить во вкусе? Вкус жареного солода с возможными нотками кофе или шоколада. Сладость от средней до высокой. Средняя хмельевая горечь. Фруктовые эфиры от низкого до среднего уровня. Сладкое, сбалансированное, сухое послевкусие. Давайте по вкусу. Жареный солод я тут чувствую, соответственно. Нотки кофе и шоколада я тоже тут чувствую. Сладости мало, даже она не средняя тут, а сладость ниже среднего. Соответственно, сладкое, сбалансированное и сухое послевкусие. Оно сухое, но не сладкое вообще никак. Все-таки в молочных имперцах я хочу чувствовать хотя бы умеренную сладость. Тут сладости мало. Вот, поэтому за попадание во вкус я сейчас еще подумаю. Ощущение во рту. Карбонизация от слабой до умеренной. Тут слабая карбонизация, она либо умеренная, либо слабая. То есть это прям хорошая карбонизация. Полное тело с высоким содержанием из бражных сахаров. С сахарами проблема. То есть оно, да, действительно полное. Такое полное, полное, полное. Питкое, но при этом достаточно плотное. Ну, плотность, короче, у нее достаточно. В принципе, даже она выше заявленной, так сказать, у нас по плотности идет. И оно, в принципе, чувствуется во вкусе. Не знаю, то есть давайте так сделаем. За аромат я ставлю 0,5. За вкус я ставлю 0,5, потому что мне нужна сладость в данном стиле. И за ощущение во рту... Ну, нет, полностью тоже 0,5. Давайте полтора поставим за попадание в стиль. Ну, правда, ну, не должно быть так. Мне не хватает. И давайте за попадание в описание производителя. Что у нас пишет заговор про свой молочный стаут? Настоящий молочный стаут с лактозой и овсом для общей гладкости и насыщенности. Умеренная горечь. Так, давайте-ка посмотрим по составчику. Что у нас тут у ребят в составе? Состав сол, пивоваренный. Так, пивные дрожжи, хмельные продукты, лактоза. Ну, что-то про, как они говорят, овес, там ничего такого не сказано. Так, ну, слушайте, давайте, ладно. Ну, как бы, лактоза, она тут чувствуется, она умеренная. То есть, она не сильная. Она, в принципе, делает свое дело. Она немножко сглаживает. Она не дает сильной жонке, так сказать, почувствоваться. Она немножко, как бы, делает немножко более гладкой. Вот, да. Для большей гладости овса тут вообще не чувствуется. Описание производителя. Ну, смотрите, по описанию производителя, какие у нас критерии. Тоже один максимальный балл. Соответственно, от 20 до 80% попадания в описание это 0,5 баллов. Меньше, соответственно, уже 0. Ну, давайте 0,5 поставим. Потому что овса я тут не почувствовал никакого совершенно. Может быть, немножко больше лактозки хотел. А тут попадание прям... Ладно, давайте не будем снижать. Потому что про сахар они нигде не говорят. Про сладости, про все остальное. В описании, в принципе, попадают. Дайте-ка я последний глоточек сделаю. Нет, давайте-ка я поставлю единицу. Потому что мне нравится все равно такая лактозка. Тут вот сейчас я еще раз попробовал. Как я понимаю, как она примерно закрывает всю вот эту горечь. И овесом может быть просто быть, но он не должен обязательно чувствоваться. Возможно, вот такая вот еще история. Возможно, исполняет какую-то другую роль. Вот. Так, давайте переходить к следующему персонажу. Так, следующим персонажем у нас будет White Moon. Так, давайте-ка я просто буду сюда ставить. Я потом, может быть, выставлю, что бы я взял, что бы я не взял. Так, следующим персонажем у нас будет White Moon. От пиловарни New Rigs. Вот такая вот бутылочка. Блин, я надеюсь, что все сфокусировалось. Давайте еще разочек покажу. Вот так это выглядит. История вся. Давайте по показателям пойдем сразу. Алкоголь 5,5. Так, по алкоголю мы попадаем. Единичка. Так, плотность 16. 0,5. Сорян, потому что максимум 15. Дальше. И горечь обьют 20. Это попадание. Потому что начинается с 20 и до 40. В молочных стаутах нам, соответственно, не нужна лишняя горечь. Она там не должна быть. Единичка. А теперь самое интересное. Стоимость. White Moon стоит 145 рублей. Это офигенная цена. Это 5 баллов. Вот. И при том я знаю, что White Moon будет продаваться... Он уже продается в пятерке в Санкт-Петербурге. И, скорее всего, будет то же самое в Москве. Поэтому это прям большой плюс. Давайте ради интереса прочитаем составчик. Что у нас тут пишут? Так. Вода питьевая, солод пивоваренный, ячменный, лактоза, овсяный хлопья, овсяный, солод пивоваренный, пшеничный, хмель, дрожжи. Ну, на самом деле, намного больше, чем написано у ребят из заговора. Так. Давайте переходить к дегустации. Посмотрим. Если вам такой формат нравится, поставьте лайк и подпишитесь. Потому что у нас еще много чего интересного будет. Мы будем дальше снимать еще на молочку. У нас будет обзор на Ковин. Будет обзор из Ашана. Что у нас? Да у нас много, в принципе, стримы идут постоянно. Подписывайтесь. Он, как бы... Мне кажется, контент, в принципе, хороший. Да и, в принципе, знаю, что многим нравится. Ой, заговняка немножко бутылка. Ну, ладно. Так. Сейчас немножко, может быть, спадет на спиночку. Я уже описание зачитал. Я думаю, нет смысла вам по 10 раз его прочитывать. Про аромат, про вкус, про ощущения во рту. Ну, тут кофе намного более ярко пахнет, кофе, чем в стонере. Тут ароматика, в принципе, поинтереснее. Более яркая. Ну, хмельом не пахнет, как и должно. Ну, вот говорят про фруктовые ароматы. От низкого до среднего я-то вообще не чувствую. Какие-то, может быть, есть небольшие, но... Да, может быть, чуть-чуть есть. Сливочно-подобная солодовая сладость. Но она такая, она немножко сладкая, она не сильно ярко-сливочная. Где-то точно я пробовал прям дикие, так сказать, дико-яркую сливочную солодовую вот эту вот основу. Но, не знаю, тут ее нет, она тут достаточная. Тут можно смело ставить единицу, потому что она сливочная вот эта вот солодовая сладость. Она чувствуется, но она не яркая, она такая и должна быть, не гиперяркая. Это все-таки нотки какие-то должны быть. Шоколад и кофе тут тоже чувствуются. Хмелей тут не чувствуются, соответственно, фруктовые даже какие-то нотки чувствуются. Тут подание очень хорошее. Я думаю, что по аромату можно ставить единицу смело. Давайте переходим к дегустации и скажу, что там по вкусу и всему остальному. Так, давайте ко вкусу. По вкусу жареный солод чувствуется, шоколад, кофе, сладость средняя. Тут у нас, получается, идет фруктовых ноток, к сожалению, я не учу. Они, может быть, и есть, но прям совсем супер тонкие. Их очень тяжело распробовать. Немножко чуть побольше чувствуется алкоголь. Чуть-чуть побольше чувствуется, чем у заговора. Вот. И тело, уже, допустим, переходим ко вкусу. То есть, оно уступает заговору по вкусу. То есть, оно более рисковатое. Чуть лактозы как будто немножко не хватает для того, чтобы более мягким его сделать. Оно немножко более резкое, чем у заговора. У заговора он такое бархатно-смягченное. Тут оно немножко рисковатое. Это вот такая вот очевидная разница во вкусе, которая. Если переходить к ощущению во рту, оно довольно легкое. То есть, оно очень легко пьется. Чуть-чуть не хватает плотности. Компанизация тут средняя. Вот. Поэтому, если говорить о вкусе. А, ну и сахаров тут среднее количество. То есть, они присутствуют. Они их побольше, чем в заговоре. Вот. Что можно сказать? Давайте за аромат дадим единицу, как я и говорил. За вкус и ощущение во рту по 0,5. Соответственно, мы получаем двоечку. Так, и переходим к описанию производителя. Что нам сказал производитель? Так. Обладает гармоничным сладко-сливочным вкусом с умеренной горечью, которая раскрывается мягкими оттенками шоколадного бисквита и тирамису в послевкусии. Идеально дополнит любой десерт или сам станет десертом. Обладает гармоничным сладко-сливочным. Ну, я бы не сказал, что сильно гармоничным, если честно. Вот. Все-таки выпирает. Алкоголь выпирает. Вот. И немножко водянисто. Шоколад, да. Насчет бисквита не знаю. Тирамису тоже не знаю. Может быть, кстати, тирамису. Возможно, есть какие-то оттенки, похожие на тирамису. Да, действительно, это есть. Вот. По поводу бисквита я не знаю. Для бисквита надо немножко быть послаще. Вот. Идеально подходит. Ну, это куда угодно, может, идеально подходит. Давайте 0.5 дадим за описание, потому что, ну, сливочный сладковаткий вкус. Ну, короче, нет, баланс тут нету. Немножко разбалансированная она история. За описание производителя можно давать смело 0.5. Так. Теперь переходим к Бакунину. У нас тут Бакунин чем отличается? Он у нас в 0.33. Вот. Я сразу говорю, давайте сразу с цены начнем. В принципе, я его взял за 190 рублей за 0.33. Что дорого. Хотя, ну, относительно дороговато. Но я помониторил другие магазины. Я помониторил, в принципе, где только мог, сколько стоит 0.5. Потому что они сейчас перешли в Тару 0.33. Еще мало где она там продается в 0.5. Там, может быть, видели такие в белой стекле, продавались у них раньше. В целом, в районе 260-270 рублей он примерно стоит. Они ходят прям по грани, так сказать. Но все равно по цене они проходят и получают у нас четверочку. Могли троечку получить. Потому что Бакунин дорогой. Так. Давайте переходить к, соответственно, чем у нас по показателям. Хочу найти на... А, вот. Так. 6.5 алкоголя. Так, это многовато. У нас по алкоголю максимум 6. Соответственно, по алкашке вы получаете, ребятки, 0.5. Ну, блин. Даже расхождение в 6.5, даже в 0.5 это многовато. Ну, не надо. Потому что шестерочка это край. Давайте быть честным. Перелезли, получили. Дальше. IBU 25. У нас максимум до 40. От 20 до 40. Это единичка. Это все верно. Получают вот максимально. И, соответственно, плотность 19. Это прям очень плотно. Это сильно превышает норму. Ну, как нормально превышает. Давайте 0.5 все равно давать. Вот. Не будем 0 впихивать. Потому что, ну... Плотность, она хуже не делает в целом. Поэтому я не вижу причин тут прям, ребят, гасить. Так. Что у нас? Давайте по составочку посмотрим. Что они пишут вообще. Так. Вода подготовленная, исправленная. Солод, пивоваренный, ячмены, хмельные продукты, дрожжи пивные. Ну, ничего нового. Они интересного не расскажут. По датам я все проверял. Все нормально. Я сейчас в магазине теперь проверяю. После выпуска с Джоус. Я стал проверять. Так. Я много наливать не буду. Я налил так, что пенки много. Поэтому давайте немножко ее разболтаем. Так. Ну, тут, кстати, да. Вот чем молоко плюс отличается. За что его любят? Это за его сливочность. Оно очень сливочное. Оно очень мягкое. Я молоко брал, конечно, и не раз брал до этого. Просто уже, если честно, не помню. Тут сливочная нотка, она преварьирует над кофейной и шоколадной. Но шоколадная нотка тут чувствуется хорошо. Ну, то есть ее можно уловить. А еще забыл сказать, что будьте внимательны. Может быть, кому-то, может быть, не понравится. Но есть кислинка у Уайт Муни. Она тут есть. Ну, блин, по запаху. Тяжело раскрывается. Ну, хамелевых ароматов нету и фруктовых тоже нету. Ну, слушайте, ну, как бы, хамелевых не должно быть. Фруктовые должны быть очень слабые. Возможно, их просто не чую. Но они прям совсем слабые. От низкого до среднего. Да и то какие-то есть. Что-то в этом есть. Слушайте, мне нравится, как пахнет. Я думаю, что можно единицу за аромат смело ставить. Давайте пробовать. В принципе, я думаю, много времени мне не надо на то, чтобы по вкусу оценить. Смотрите, давайте по ощущению. Ну, хотя давайте по вкусу сразу. Вкус сливочный, сладкий. Тут все good, тут все хорошо. Но. Соответственно, кофе чувствуется. Короче, давайте сразу оно. Очень сильная алкашка. Очень сильная. Она мешает. Она перебивает все остальные вкусы. То есть, я, может быть, что-то путаю. По-моему, до этого она такая не была настолько крепкой. Вот. Оно... Я не против крепости. Просто разница в том, что когда она тебе мешает, это очень плохо. Вот это самый большой минус. Причем, хмелевая горечь ее тут как и не должно быть. То есть, она должна быть либо, ну, типа средняя. Должна быть хмелевая горечь, если она нет особо. Что можно сказать по поводу фруктовых ноток, там, эфиров. Они есть небольшие, но их очень тяжело даже разглядеть за сильной алкашкой. Вот за вкус я ставлю 0,5. За ощущение во рту. Карбонизация. Тут она небольшая. Это хорошо. Тело полное. Сладкое. То есть, тут можно единицу смело ставить. Итого мы получаем 2,5. Хотя алкашка прям сильная. Она мешает. Она правда очень сильно мешает. Но отдать должное, как бы, в принципе, алкашку норм. Ой, алкашки. Вкус хороший. И наполнись во рту. И сам вкус, он, в принципе, сам по себе хороший. Просто, когда ты начинаешь абстрагироваться от алкогольной нотки, тебе нормально становится. Так, давайте прибираться в описание производителя. Вот, пока все идет таким темпом, что пока не могу никого выделить прям сильно, чтобы я дал подание в душу. Но, возможно, к концу выпуска я подумаю, кому это отдать. И то, может быть, даже половинку отдам. Потому что, как-то пока не могу сказать, что меня кто-то впечатлил прям сильно. Ладно. Описание производителя. Что у нас говорит Бакунин? Плотный черный сталт, сваренный с добавлением лактозы, не сбраживаем пивными дрожжами. Это пиво вдохновляло нас заводным апельсином, написанным Энтони Бёржесом. Полный, плотный и питательный. Поэтому, похож на еду. На еду он не похож. Как бы это ни звучало. Но, блин, а к чему это описание? Вдохнедекер, если кто-то вдохновлял. Так, плотный черный сталт, сваренный с добавлением лактозы, не сбраживаем. Ну, плотный черный. Про то, как они его делали, как я проверю? Плотный, питательный. Ну, плотный, но... Ну, давайте 0,5 поставить. Описание никакое, пишите нормальное написание. Вот, кстати, у нас это не последний претендент, который делает хреновое описание, а потом жалуется на то, что... Хотя нет, никто не жалуется, кому я нахер нужен? Ладно, сейчас я допью, и мы переходим к остальному. Так, ребята, я надеюсь, вы не обессуете. Я не стал мыть бокалы, потому что я там все допил. Как бы, никого вкуса там чувствоваться не будет от другого пила. Вот, да даже есть там капелька, чего она повлияет. Ну, просто мне сейчас надо все снимать аппаратуру. Мыть все это не хотелось бы. Так, три товарища у нас пройдены. Кому, опять же, нравится, подписывайтесь. В телеге можете написать, кого из производителей, какие молочные сталты, можно еще попробовать. Я знаю, я уже отобрал некоторые, но, может быть, кого-то вы можете выделить. Пишите. Так, ладно, давайте переходить дальше. Panzerbrüller. У нас Black Cat. Я, насколько помню, он продавался у нас во вкус Виня. И, в принципе, стоил недорого. И, в принципе, давайте, может быть, сразу оценочку ему и поставим. Так. Блин. Где у нас он? Так. Не хотелось на посылке Кимуру взять. Ну, ладно. Давайте с этого начнем. Так. По цене. По цене 200 рублей стоит. Блин. Это 200 рублей в Росбиршопе. Соответственно, можно где-то взять подешевле. Поэтому, я думаю, что пятерочку можно поставить. Потому что, ну, можно за 190 взять, 180. Даже в том же Росбиршопе можно списать баллы и взять дешевле. Надо ставить пятерку. Иначе, ну, это будет незаслуженно, если мы их так чекнем. Дальше. Давайте переходить. АБВ алкоголь 5. По алкашке мы пролазим. Отлично. Так. Горечь IBU 24. Тоже пролазим. Тоже отлично. У нас пока только молоко плюс по алкашке, по-моему, не влезло. А, ну и по плотности у всех многовато. Тут 15. И у нас максимум 15. Ребята влезли. Молодцы. Все. Теперь переходим к описанию стиля. Так, давайте посмотрим, что у нас по составчику тут. Так, соут. Так, пивное сусло. Вода, соут, пивареный, ячменный, светлый, карамельный, жженый. А обжаренные зерна ячменя, хмель, лактоза, дрожжи пивные. Ну, хотя бы побольше написали. Слушайте, нормально. Давайте смотреть, давайте пробовать. Я тут не стал рассказывать про каждую, в принципе, парню. Я думаю, вы плюс-минус и так их все видели. Вот. Но если кого-то не видели, напишите в комментариях. Ну, что-то пена вообще ноль. Это странно. Если кого-то из них не знаете, напишите в комментарии. Может быть, на обзорчике буду брать. Потяще. Давайте нюхать. Запах как будто вообще нет. Смотрите. То есть, пены ноль. То есть, карбонизация, скорее всего, прям сильно слабая. Но она, в принципе, такой должна быть. О, вот сейчас немножко растормошил. Пахнет очень приятно сладко. То есть, именно прям приятно сладко. Ой, с шоколадиком прям. Прям вот это пока, с точки зрения запаха, прям очень круто. Сладость отличная. Прям вот мне очень нравится. Такая мягкая, не выпирающая. Шоколад. Ну, сладости в запахе даже немножко многовато как будто. Хотя нет, она достаточная. Слушайте, это прям хорошо. Понятное дело, что фруктики чувствуются. Ой, слушайте, вот это балдеж. По запаху это прям очень круто. Так, давайте я попробую. Скажу, что по вкусу и по ощущению во рту. Слушайте, это, это походу претендент. Причем прям хороший. Смотрите. Сладость и в запахе умеренная хорошая. И во вкусе умеренная хорошая. Шоколад, кофе, приятная, знаете, непережженная, приятная. Алкоголь не чувствуется. Что еще можно сказать? Тело очень легкое, питкое. Это единственное, можно за что-то копаться, что, возможно, хотелось бы более полное. Но, если мы, соответственно, хотим получить более полное тело, нужно его увеличивать. Мы просто в категорию не влезем. Но, оно, тут мне кажется, знаете как? Мы немножко привыкли к более плотным, так сказать, сортам. А вот это прям пьется очень легко. За счет именно легкого тела. Запах офигенный. Очень крутой запах. Сладкий, приятный. Вот нечего добавить. По сути, тут попадание полное. То есть, это и в аромат офигенное попадание. Вот даже вот я прям смотрю сейчас на описание. Пытаюсь еще что-то вспомнить. Карбонизация тоже тогда умеренная. То есть, она прям слабая даже, я бы сказал. Единственное, ты можешь что-то привязать. И ту, как бы, нет. Она такой и должно быть. Она должна быть легким, питким. Слушайте, я поставлю везде единицы. То есть, 3 балла у нас ребята получают за попадание в стиль. Вот это хорошо. Вот это очень хорошо. Давайте прочитаем описание. Так, сочетание жженого ячменя, шоколадного сода, лактозы молочного, ну, в скобках молочного сахара, овсяных хлопьев в ваниле придают ваниль. Я думаю, что мне так нравится, запах очень приятный такой. Пытаюсь, посижу, пытаюсь вспомнить, на что это похоже. И ваниль продает этому темному элю уникальный кофейно-шоколадный вкус и мягкую кремовую консистенцию. А азотная смесь вызывает появление лавинового эффекта и создает... Так, ребятки, ну, там шарика никого нет, понятное дело, но про азотную смесь вы хотя бы написали где-нибудь. Ну, ладно. Да, хотя бы написали на банке где-нибудь. Вот, я не знал, что там какая-то азотная смесь есть. Слушайте, по описанию это прям, это прям вышка, это попадание очень хорошее. Тут и жженый ячмень, и шоколад, и лактоза, и овсянка чувствуется немножко. Они как-то в балансе идут хорошим. И, соответственно, ванилька есть. Слушайте, это прям... И кремовая консистенция. Блин, слушайте, это классно. Честно, я думал, что мне это не зайдет, потому что я много раз видел, я вот не помню, я брал или не брал. Сложно сказать. Слушайте, вот это прям хорошо. Вот это очень хорошо. Так, давайте переходить дальше. Пока вот это прям... Это заявочка, это заявочка. Причем цена какая кайфовая, а? Это хорошо. Так, давайте дальше переходить. Кикимора. Брелок. Это у нас получается... Вот так она выглядит. Давайте с цены начнем. Кикимора, получается, я брал за 240 рублей. Вот. Это у нас четверочка оценка. Потому что у нас в категорию от 200 до 280 попадает. Дальше. Давайте с чего тут начнем. Плотность 17. По плотности немножко не попадает. Соответственно, пишем 0,5. У нас максимальная плотность 15. Дальше. 6,5 алкоголя. Много, ребятки. Много. Это очень-очень много. Так. И горечь. Айбью. А где у вас, ребятки, Айбью указан? Так. Ну, ребята, Айбью не указан. В таких случаях я до этого тоже так делал. Как бы откуда я знаю, какой там Айбью? Есть попадание по горечи? Нет. Мы, когда берем пиво в магазинах, мы смотрим все равно этикетку. Мы смотрим показатели. А производитель обязан эту историю указывать. Потому что я хочу знать объем горечи. То есть я хочу видеть основные показатели. Как бы сорян, единицу вы не получите, вы получите 0,5. Потому что надо указывать. Это то же самое, что и с описанием действует. То есть описания нету, тоже 0,5. Потому что 0 я не могу поставить. Ну, потому что, скорее всего, там есть возможно попадание. А единицу тоже не могу поставить. А тут-то попадания нет. Поэтому 0,5. Ничего страшного. Конечно, вы единственные, у кого 0,5 будет по Айбью. Но надо указывать. Так, ладно. Давайте в описание стиля переходить. Причем у релка, у них на самом деле много довольно сталтиков различных. О, пенная шапочка сразу появилась. Причем неплохая такая. Сразу моментально. По поводу, кстати, обзоров. Вот, немножко давайте отвлечемся. Скоро будет обзор на Ковин. Я там постепенно начинаю уже готовить. И еще будет, скорее всего, обзор на брелок. Но я еще уточню этот вопросик, так сказать, у наших дорогих подписчиков в Телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. И приходите на стримы. Ну, только за пенной шапкой ничего не понятно. Пока, конечно, панцирь это открытие выпуска. Причем, видите, как интересно. В таких форматах часто бывают открытия выпуска. То есть, вот прям... Ну, не то, что часто, но в каждом выпуске все равно есть тот, кто меня, по крайней мере, удивляет. То есть, от Тапи Варнир, от которой я не ждал этого. О, что-то проглядывается. Слабо сливочная какая-то такая вот история. Нотки кофе из шоколада не проглядываются. Нет, запах слабый. Очень слабый запах. Чувствуется вот этот вот молочно-сладкий запах, но при этом не сильный. У ребят есть намного сильнее тут у конкурентов. Поэтому за аромат точно 0,5. Давайте пробовать. Давайте переходить ко вкусу. Вот, в отличие от запаха, со вкусом все хорошо. Жареный соус с шоколадочкой и кофе отлично. Сладость средняя, приятная. Лактоза офигенно чувствуется. Она прям вот смягчает все. Вот этот молочный сладенький привкус есть какой-то. Очень прикольно. Соответственно, хмелевая горечь средняя, тоже хорошо. И самое важное. Тут 6,5 алкоголя. Так же, как и молоко плюс. Но тут мы имеем ее спрятанную. В отличие от молоко плюс, она не выпирает. И она не мешает. Не мешает, блин, самое важное. Пробовать все остальное. Это большой плюс. Карбонизация средняя. То есть она, ну нет, она не мягкая, она средняя, нормальная. То есть она хорошая, вполне карбонизация. Тело плотненькое, чувствуется хорошо. Тут как бы, в принципе, все гуд. Тело очень удивительно. Есть какой-то привкус странный. Я не понимаю, откуда он. Очень приятный, но странный. Короче, за аромат, вкус и ощущения во рту суммарно можно дать 2,5 балла смело. Ставим 2,5 балла. Дальше. Описание производителя. Переходим к кикиморе. А мягкая, вкратчивая кикимира шарит, смешивая то, что казалось не должно смешиваться. Пиво и молоко. Получается легкий сливочный стаут с бархатистой сладостью. Не густо. Легкий сливочный стаут с бархатистой сладостью. Блин, ну что с вами не так? Ну почему нельзя писать дополнительно? Ну есть же какой-то еще привкус. Ребят, кто пил кикимору? Расскажите, как она вам в комментах. Это не байт. Мне интересно узнать. У меня шиза. И мне кажется, что там есть какой-то еще один привкус. Или это не так? Я дам за такое короткое описание. Неполное. Получается легкий сливочный стаут с бархатистой сладостью. Ну да. Ну он не легкий, ни хрена, конечно. Это даже близко не легкий. 0,5. 0,5. Больше нельзя давать. Потому что он не легкий. Это из 6,5 градусов. И он еще и плотненький довольно. Нет. Так. Ну что. Давайте переходить к Рэд Баттону. Там сейчас будет сразу у Рэд Баттона. В принципе, можно даже не читать описание. Потому что там будет либо и вообще не будет описание. Либо оно будет там типа это пиво. Что-нибудь такое. Это максимально ленивые чуваки с точки зрения в принципе описания своего пива. Хоть где-либо. Даже в тапке. То есть это вообще просто. То есть они... Я думаю, зачем они в принципе что-то выкладывают? Кому это нахер надо? Ну то есть зачем? То есть они... Чё заморачиваются? Я причем, знаете, это же постоянная линейка. Насколько я понимаю, у них вот это вот. Вот. Я начал в ВК листать вниз. Посмотреть где там чё да как. Сейчас они хотя бы пару строк пишут в описании. До этого они просто картинку швыряли. И всё, типа разберётесь. Ну это не знаю. Это не прикольно. Хотя Рэд Баттон, блин, люблю очень. То есть они очень крутое пиво делают. Но максимально хреново типа ведут социальные сети. И в принципе работают с сайтом, с антаптом и так далее. Ладно. Давайте к стоимости. А вот этот Рэд Баттон стоит 230 рублей. Очень хорошая цена. Естественно, чё? Естественно, четвёрочку мы получаем. Тут всё good. Так. Сорян. По показателям. Алкоголь 6. Это единичка. Потому что это прям, так сказать, в последний вагон. Влетаем с шестёрочкой. Так. Ребятишки, а где остальные показатели? Ай-яй-яй. Так, ребятки, положили полностью на всю эту историю. Ладно. Давайте посмотрим хотя бы в Антапте. Так. В Антапте плотность, понятное дело, не указана. За это мы ставим 0.5 сразу. Потому что надо хоть немножко жопой своей шевелить. И 30 IBU на них указано. На самом деле, блин, это прям вот нельзя так делать. Ладно. За то, что я... Это должно быть написано на банке, блядь. Вот уже раздражает это на самом деле распиздяйство многих пивоварин. Извините меня за мат. Но это прям бесит. Короче. За плотность ставим 0.5. Как и всем остальным практически. За IBU там 30-ка. Ну, ставим единицу. Хотя я мог спокойно сейчас поставить 0.5. Но отдать должное. Я что у брелка смотрел на сайте, у них не указано. Вот. Но я посмотрел... Блин, на самом деле брелка надо было смотреть... Давайте я в тапке сейчас посмотрю. Уж для честности. Потому что брелок я смотрел на сайте. IBU. Если у них в тапке она указана, то мы поставим ту правильную оценку, а не 0.5. Нет, у них не указано даже в тапке. Блин, на самом деле можно спокойно ставить Red Button 0.5. По одной простой причине, ну что, серьезно, я пришел купить пиво, я должен в тапок лезть и смотреть горечь. Нельзя так делать. Поэтому, как бы, с другой стороны, как бы нельзя. Почему нельзя? Кому нельзя? Можно. Только это, ну, вашим же потребителям смотреть и разбираться, сколько там горечи. Если им это интересно, конечно же. Ладно. Поставим единичку, пусть будет. Сами нашли, посмотрели. Не первый раз так делаем. Что нам так сказать? Ладно, давайте тогда наливать и смотреть. Блин, я к рыбатну, правда, я очень хорошо отношусь. Но меня вымораживает, как они, конечно, насколько они отвратительно работают, относятся к потребителям. А они так и делают. Так. Ну, это прям такой, знаете, самый черный из пацанов. Это самый черный из пацанов. Так, давайте переходить к ромаду. Ну, он прям плотный. Прям чувствуется, что плотненький пацан. Я уверен, что там, конечно, по плотности, наверное, тут, не знаю, 19-20. Сливочный. Сливочность хорошо чувствуется. Ммм, умеренная, сладкая, какой-то сладкий шоколад. Блин, ну это прям такой он. Очень плотный товарищ, очень плотный товарищ. Сложно сказать. Слушайте, ну вот, сливочная нотка хорошая. Яркости немножко не хватает, если честно. Блин, нет. Это 0,5 надо ставить, потому что надо нос вырвать, чтобы что-то вынюхать. За аромат 0,5 по одной простой причине, что сладость чувствуется хорошо. Какие-то там шоколадные нотки чувствуются. Но это, блин, это прям надо нос вырвать, чтобы что-то учуять. Ладно, давайте я еще разочек попробую. Может быть, блин, не знаю. У меня как-то носовые пазухи нераскрыты, или как они там должны быть. Давайте прям по максимуму понюхаю. Не, ну сладость тут прям хорошая. Добротная. Сладкий шоколад чувствуется. Кофе не чувствует, но сладкий шоколад чувствуется. Но... Да. Вот когда прям сильно нюхаешь, прям норма, более-менее. Короче, Сиан 0,5 ставлю, потому что не хватает кофейных ноток, не хватает немножко жёночки, сладенько, шоколадно, но не больше. Фруктовых ноток тоже не чувствуется. Ладно, давайте переходить ко вкусу. Так, давайте... Ох. Я прям допил всё, потому что долго было... Тяжело было принять решение. Смотрите. Радбаттон, радбаттон. Такие вы, конечно, засранцы. Коротко. Это средняя сладость. Это очень хороший вкус жареного кофе. Это очень хороший вкус тёмного шоколада. Это... Это похоже... Там какие-то фруктовые нотки протягиваются, супер тонкие. Это небольшая карбонизация. Тело плотное, сахарёное. Прям вот сахар хорошо чувствуется. И давайте я посмотрю состав. Так, вода подготовлена, сахар, пшеница, фруктовая добавка, лактоза, а вкусовая добавка лактоза, шоколадно-карамельная, ароматическая добавка. Ах вы задницы. Хмельные продукты. Какая-то есть шоколадно-карамельная, ароматическая добавка. Но, с другой стороны, она играет только в плюс. Так. Давайте так. Мы за описание стиля, вот именно сам стиль, за аромат, вкус и ощущение во рту я поставлю 2,5, потому что это хорошо. Это прям очень хорошо. Так, давайте перейдём к описанию производителя. Сейчас будет очень смешно. Описание производителя. Шоколадный молочный сталт. Это ужас. Ну, 0,5 получается. Это шоколадно-молочный сталт. Если у вас ничего не было, никакого описания, вы получили бы 0. Ну, это ужас. Конечно, ребята, вы... Я думаю, что... Нет. За описание производителя я поставлю 0. Это можно было написать на банке. Ну, хотя вам даже это сложно сделать. Нет, 0. Потому что вы ничего не описали. Вы не описали балансность. Вы не описали плотность. Тот плотность идеальна. И самое, что интересно, баланс крутой. Между сладостью, молочностью. Это очень круто. А вы об этом ни хрена не говорите. Как я возьму вашу бутылку, если я, допустим, вот листаю какие-нибудь там аккаунты пивоварин, либо на тапке сижу, смотрю, что там нового пивоварин вышло. А вы ничего не пишите. Ну, обычно какой-то молочный сталт, да и хрен с ним. Вот и получайте хрен с ним. 0. Бесите вы меня, ребят. Но. Я сидел сейчас. Почему я долго дегустировал? Я метался. Кому отдать попадание в душу. И у меня был выбор между Black Cat'em от Panzer и от Red Batten. Вот. Как он называется у них? Фондю Фонтейн. Ну, типа Фондю. Фонтан Фондю. У меня прям дилемма. Потому что меня супер впечатлил Black Cat. Но он такой, какой должен быть. Но, блин, как меня подкупил этот гребаный баланс. Видимо, та шоколадная добавочка, которую добавили Red Batten. Кикимара, Муако, все остальное, конечно, нет. Я отдам Red Batten. Не знаю. Они, конечно, эти редкостные засранцы, но в душу попадать умеют. Итак. Ну что. Пришло время подвести итоги. Давайте начнем с самого конца и будем идти, соответственно, к самому первому месту. Последнее место сегодня у нас занимает, набрав 8,5 баллов это у нас кикимара от брелка. Удивительно для меня, если честно, это кикимара. Вот. Честно, удивительно. Причем, по вкусу-то неплохо. А вот по всему остальному очень плохо. Вот. Да? Кикимара занимает последнее место. Так. И на, так сказать, предпоследнем, предпредпоследнем у нас две пивоварни. Это заговор хваленый. И, соответственно, это у нас молоко плюс, тоже хваленое. Это два товарища вот этих. Вот. Да, я знаю, что многие любят заговор, да, знаю, что многие любят молоко плюс от Бакунина, но вот так. Мы оцениваем не только вкус, мы оцениваем и цену, потому что пиво должно быть доступным. Вот. Соответственно, мы оцениваем еще и стилистику, это важно, потому что, блин, вы можете говно-то распихивать и продавать, и говорить, что я так вижу. Нет, стилистика должна соблюдаться, потому что человек, который берет молочный стаут, он примерно представляет, что он хочет получить, он это и должен получить. это важная история, соблюдайте. Работать над описанием тоже важно. Моя задача, какая, в принципе, вот эта вся история, сейчас небольшое у нас отступление перед топ-3, то, что все должно быть для потребителя, это важно, потому что кому вы продаете, я понимаю, что вы там творите и все остальное, но конечный потребитель в любом случае должен быть как минимум осведомлен. Надо делать домашнее задание, надо делать базу, то есть, если вы не делаете, ну и огребайте, потому что это так и должно быть, как по мне. Мой канал, что я делаю. Ладно, все. Итак, на втором и третьем месте у нас расположились молоко плюс Newrigas, мое почтение, с такой ценой вы просто красавчики, и мало того, что с ценой, цена это пол дела, но вы и по остальным показателям молодцы, уважение и почтение. Буду рад, когда появятся пятерки, буду брать. Это прям хорошо. Понятно дело, не стоит ожидать хай-класса, но это очень хорошо. За свою цену так топчик вообще. И так, второе место, ну, я думаю, вам будет понятно, кто и первая тогда, если когда вы узнаете второе. Давайте так. Второе место это распиздяй с Редбаттона, которые просто не хотят общаться с своими потребителями, но делают крутое пиво. Но при этом это открытие выпуска для меня, но не попадание в сердце, потому что сердце мое забрали лентяи из Редбаттона, именно маркетинговые лентяи, они с точки зрения их, конечно, работы с продуктом. вот, но как бы в этой честной борьбе, как мне кажется, победил тот, кто, я не ожидал, что он победит, вот, но это блокет от Панзер. Мое почтение и уважение, это очень круто, это очень крутая работа по всем фронтам, так сказать, и цена, и то, как вы доносите до потребителя, на баночке, на сайте, в описании, все отлично, хорошо, попадание в стиль, потрясающее, то есть, это прям, вот это я прям советую, я советую вот этих трех товарищей прям однозначно, да и, в целом, давайте так, что бы я взял из этого, все, Панзер, поздравляю, красавчики, молодцы, это прям очень круто, кого я точно бы взял, я бы взял вот этих, вот этих, когда появятся пятерочки, а обязательно, молоко плюс, нет, я раньше брал, теперь, к сожалению, разочарован, и я бы взял бы стонера, при отсутствии вот этих, я бы взял стонера, я до этого брал его стонера, что-то интересное есть у брелка, возможно, я пересмотрю отношения, но, как-то, их так укатали все текущие ребята, ну, как-то, я не знаю, нет, я не возьму, я и возьму, если она будет, там, по скидке где-нибудь стоять, тогда я ее возьму, но, что-то, как-то, ребятки, ее просто, наглухо уделали, если сравнивать, кикимуру вот с этими, это вообще, это, короче, вот так, при том, что заговор, да, я к ним хорошо отношусь, делают хорошие вещи, вот, но, как бы, мне кажется, надо переработать продукт, уже, пришло время, то есть, надо смотреть, как другие ребята работают, итак, ребят, ссылочку я оставлю на этот файл, который я сейчас заполнял, в описании, пусть он там лежит, когда вам, вы захотите попробовать какую-нибудь молочку, соответственно, попробуйте, зайдете, посмотрите, если что-то забыли, там, по моим описаниям, критериям, вот, еще будет второй выпуск по молочке, может быть, даже третий, посмотрим, сколько я найду интересного, столько и будет, все, ребят, всем спасибо большое, увидимся в следующих выпусках, ставьте лайки, подписывайтесь там и на телегу, и везде, короче, вот, проходите на стримы, будет очень интересно, всем пока!